Продолжение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Азербайджану о совместном контроле вооружений вызывает, мягко говоря, изумление. Об этом сказал политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя очередные фантазии Пашиняна. Напомним, что на днях на встрече с членами своей партии армянский премьер предложил Баку подписать договор о совместном контроле за вооружениями, а также изобрести механизм для выполнения договоренностей. Они себя там, в Армении, кем возомнили. Подобная тактика поведения навязывается извне и прежде всего из Франции, которой но очень хочется знать, что же такого есть интересного у Баку, чтобы грамотно подготовить Ереван к будущей войне, о чем так мечтают враги Азербайджана. Подобные предложения озвучивались и до Пашиняна. Стоит вспомнить попытки США контролировать Россию подобным образом. Но так это США, сильная держава, которая может себе позволить подобные отношения с другой, также сильной стороной. А здесь Армения, не обладающая в принципе и толикой ресурсов и возможностей Баку. Кроме того, не будем забывать, что Армения, проигравшая войну страна, которая страдает реваншистскими настроениями, чем создает угрозы безопасности региона. У этой страны масса серьезных проблем, но вместо их решения она приобретает вооружение. Не думаю, что Пашинян делает это по собственной воле, также сомневаюсь, что он сам верит в какую-то азербайджанскую угрозу Армении, против которой армянам нужно вооружаться. Азербайджанская угроза придумана новыми опекунами Армении, сказал Михайлов. По мнению российского эксперта, инициатива Еревана заслуживает только того, чтобы над ней посмеялись. Но при этом Баку должен иметь в виду, что все это неспроста. Идет прощупывание почвы для военного усиления Армении. Пока процессы развиваются в таком русле, ни о каком мирном договоре не может быть и речи, считает Евгений Михайлов. Продолжение следует...